итак эта лекция на 20 какой-то школе райгородского сбился со счета которая увы проходит в онлайн формате что я терпеть не могу но ничего не поделаешь но чтобы извлечь пользу из этого формата мы ее запишем и выложим на канал лекция их будет 4 лекции сегодня 2 и в понедельник 24 числа 2 вот антон антон гусев просит подождать пару минут ну собственно я пока поболтаю чего я пока поболтаю подождем в ожидании в болтовне вот в общем эта лекция будет посвящена конечным полям то есть системам чисел которых конечное количество просто некоторое множество до которое можно вот все перебрать перещупать но при этом с ними можно делать все что вы умеете делать в арифметическом смысле с обычными числами то есть складывать вычитать умножать и делить по обычным правилам арифметики это вот такой короткий анонс как ни странно именно этим занимается более-менее половина современной математики сегодня ну по крайней мере центральные части это значит конечными полями уравнениями в них так ну что я могу переходить более содержательной части антон как думаешь или еще чуть-чуть подождать ага все наш там чат если кто чего не понял или переспросить хочет там иногда будут моменты которые возможно я буду слишком быстро проходить не стесняйтесь пишите туда я вижу у меня очень хорошее зрение я отсюда все вижу вот и перебивайте значит останавливайте но иногда я буду увлекаться я могу не замечать некоторое количество потом буду возвращаться просматривать и так чем собственно занимается математика математика выписывает систему уравнений какого-то количества неизвестных о ком-то количестве значит эти уравнения записаны и решает их но фишка в том что вот эти x и y и z они не обязательно обычные числа они могут быть из каких-то числовых систем не ну таких странных странных а ну вот если я из этой очень общей ситуации перейду какой-то более конкретный то вот это вот могут быть многочлены и это очень часто бывает то есть это несколько многочленов выражений там ну типа сумма каких-то лямбда там на x не знаю альфа y в это так далее z в гамма вот суммы там нескольких слагаемых такого вида приравнивается нулю и несколько таких вот сумм приравнивается нулю и тогда вопрос а в какой ситуации наиболее общей вообще насколько это только возможно да в наиболее общей ситуации такой вопрос может быть поставлен ответ что в той ситуации в которой мы умеем вот эти вот переменные да вместо которых будем подставлять числа да мы будем искать решение где x и y и так далее z ну из каких-то вот систем чисел вот нам нужно понять что мы должны уметь делать с этими числами чтобы можно было в принципе такую задачу сформулировать и решать исследовать ответ такой мы должны уметь числа из этой системы друг на друга перемножать да умножать друг на друга и складывать друг с другом ну и вычитать да если здесь некоторые знаки будут отрицательные а тут еще вот вот что вот это такое да это тоже вот эти вот вот это вот ляда да оно тоже должно жить там же где все числа чтобы можно было вместе с ними их соответственно тоже перемножать на то есть это конфиксированное число отсюда этим и ищем наборы но вот эти вот это не отсюда это это и вот эти вот они из другого места а именно из натуральных чисел из обычных натуральных чисел и x степени альфа понимается только как x умножить на x так далее на x альфа раз то есть на самом деле возведение в степень как такового нет возведение в степень если мы живем в каких-то непонятных системах чисел обозначенных закан это просто перемножение соответствующих чисел много раз но если мы 0 раз перемножим получится единица как бы это значит что это это переменной здесь просто нет если альфа равно нулю то значит икса как бы здесь нет на самом деле если альфа равно единица значит x просто x если альфа равно двойке это x умножить на x то есть x квадрат ну и так далее но вот теперь видно что как бы это будет корректно если во множестве к можно складывать вычитать и умножать ну и конечно чтобы производить действия которые имитируют обычные сложения вычитания и умножения нам нужны правила игры которые будут нам привычны иначе мы далеко не продвинемся но например нам бы хотелось чтобы вот такая замечательная формула была верна везде где мы живем а какая она дальше что это что тут надо сделать да тут надо раскрыть скобки по законам которые мы должны уважать да так же как в обычных числах мы должны уважать законы раскрытия скобок то есть они должны быть теми же самыми вот в этих к в этих вот странных системах чисел к и после того как мы раскроем скобки по обычным правилам если обозвожу венную степень у меня будет выписан ряд из 2 в степени n разных слагаемых но они будут группироваться ну как бы на группы одинаковых там это будет вот скажем x в значит что у нас будет а степени n то есть а умноженное на n раз оно будет только одно потому что при раскрытии скобок я должен буду взять из каждой скобки а ну а дальше н раз я возьму а степени n минус 1 умножить на b ну и так далее формула которая наверное присутствующим всем известно беном ньютона да пока все значит алексей сейчас а если можно выполнять сложение вычитание умножения это критерий поля нет это критерий кольца а и пока 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 о мишка совершенно прав значит а пока пока мы живем в кольцах мы еще не перешли к полям в кольце не требуется том того чтобы можно было делить иначе я мог бы здесь написать x и в любых целых степенях то есть например x минус 3 это бы означало 1 разделить на x 3 вот но я не не уверен что у меня получится разделить если я живу в кольце то я умею только складывать вычитать и умножать а про поле я скажу чуть позже да но в принципе я уже сказал что в поле еще и можно будет делить сейчас я как бы хочу чтобы вы познакомились с новыми такими важными очень математическими объектами с которыми современная математика каждый день имеет дело это кольца и поля но потом еще будут группы вот ну и как бы мы с ними хорошо познакомимся за эти лекции вот ну и чтобы можно было вот это выписать как обычно да чтобы здесь были обычные биномиальные коэффициенты да вот bfn минус катый и так далее у меня есть классная такая вот такая есть давайте я сотру вот эти водные вещи ведь как классно стирает рука это третья рука фантомаса есть третья рука видите вот да и соответственно плюс так далее плюс в конце стоит бвн вот вот эта формула она ну она должна быть верна у нас если правила все те же самые про раскрытие скобок значит какие все таки правила давайте я выпишу правила значит кольцо к кольцо если есть две операции две операции плюс такая условная плюс и умножить а где минус обратный по сложению совершенно верно совершенно верно мне не нужно вводить отдельно минус а я сейчас сформулирую такие требования чтобы минус возник автоматически итак для любых двух x и y из нашего к определены x плюс y и x умножить на y в этом месте еще видно да еще дальше да видно даже из того же самого к то есть нужно чтобы можно было спарить между собой двумя разными способами любые два элемента а теперь какие свойства так что свойства номер один x плюс y ну давайте сразу введем коммутативность мы не будем иметь дело по крайней мере до какого-то момента с не коммутативными операциями до какого-то момента не будем иметь дело когда будем тогда поговорим так ну я сейчас я не буду писать для любых x и y понятно имеется ввиду для любых элементов кольца то есть операция она значит перестановочная во вторых она удовлетворяет свойству сочетательного закона который забегая вперед он позволяет сокращать выражение вот или ассоциативность как это на высоком научном языке да называется ассоциативность вот значит идем дальше дальше существует 0 существует 0 вот должен быть аналог нашего обычного нуля который ничего не меняет при сложении существует 0 такое что x плюс 0 равно x всегда но я переставлять не должен здесь потому что у меня есть и так коммутативность если бы ее не было я бы написал вот если бы не было коммутативности я бы еще вот это вот потребовал одновременно с этим чтобы в обе стороны было перестанут значит вот это вот ноль ничего не меняет с какой бы стороны его как бы не поставили до прибавили бы к нему или его прибавили к ну и наконец четвертая аксиома сложения как раз и заключается в том что существует вычитание да а именно для любого x тут уж явной форме напишу существует такой минус x вот ну у которого понятное свойство x плюс минус x должно быть равно нулю ну и опять же если бы у меня тут не было а моей перестановочности то я бы еще заодно потребовал чтобы нулю было равно и минус x плюс x тоже значит теперь я хочу остановиться на том что вот этот набор аксиом внимание вот этот набор аксиом это самое фундаментальное понятие всей вообще современной математики начиная с авариста галуа а именно это понятие группы вот если выполнены эти аксиомы говорят что к это группа по сложению ну и понятно определяют вычитание как x минус y по определению это x прибавить вот этот вот минус y который должен существовать ну и дальше как бы отдельное упражнение это по покрутить там всевозможные правила работы с числами которые есть в обычных целых там вещественных числах рациональных и так далее что они все следуют на самом деле из вот это то что касается сложения вычитания все правила следуют из вот эти вот из этого набора вот и мы говорим что тогда к это группа по сложению а если есть еще и вот это то тогда а белева или коммутативная вот значит вот если это есть то еще мы говорим что группа а белева или коммутативная итак прежде всего самого начала до кольцо обязана быть коммутативной группой а белевой группой вот первое не ходит а ну да в вообще говоря полно групп не коммутативных выполнены вот эти три вот вместе с вот этими вот окончаниями но первое не выполнено но кольцо обязано быть коммутативным поэтому вот коммутативным по сложению дальше начинается некоторые тонкости 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 связаны с умножением вот умножение это операция про которую уже не требуется так много если мы работаем в произвольных кольцах значит что происходит с умножением вот здесь еще будет видно будет да тогда я выпишу вот сейчас сейчас я буду накладывать разные требования и их как бы комментировать во первых если есть кольцо то в обязательном порядке выполняется вот такое свойство ну и тут как бы что подчеркнуть да вот так вот это дистрибутивность ну и соответственно соответственно на самом деле вместе с ней идет и об и в обратную сторону то есть а плюс b умножить на c тоже равно а умножить на c плюс b умножить на c смотрите я не пока я совершенно не предполагаю что умножение коммутативно если бы оно было коммутативно мне достаточно было бы просто первой строчки я бы утверждал что у нас должна быть дистрибутивность то есть раскрытие скобок что такое дистрибутивность это и есть раскрытие скобок вы вдумайтесь над тем что вы в принципе делаете когда пишите а плюс b на c плюс d что вы делаете вот когда вы это с числами делаете просто все это делают каком-нибудь пятом классе и уже как бы дальше делать на автомате не вдумалась то что они на самом деле делают да да вот комментарии про векторное произведение да так бывает действительно не коммутативные операции случаются случаются и с кольцами тоже но в качестве умножения но давайте вспомним да что мы делаем а на c плюс d плюс b на c плюс d да то есть я использую правило раскрытия скобок когда вот это единый такой как бы символ то есть один элемент вот один элемент а это скобка тогда я один элемент умножаю на первый и один элемент умножаем на второй получается такая сумма а теперь я наоборот вот эти вот раскрываю оба считая вот это вот скобкой а это элементом тогда c плюс а d плюс bc плюс ad и вуаля, все отлично. Обычное правило. И если его много раз итерировать, получается как раз вот эти вот выражения, где накапливаются огромные коэффициенты перед каждым слагаемым, которые называются биномиальными коэффициентами, ну и про них там большая дискретная всякая наука, комбинаторика. Вот, это большинство людей, конечно, знает. Да, и про матрицы тоже. Тут уже молодцы, куча примеров есть, когда коммутативность умножения нет. Так, идем дальше. Что еще можно требовать? Следующее важное свойство, которое требуется почти всегда, это не коммутативность, нет, это ассоциативность умножения. Значит, вот неассоциативность, неассоциативные кольца встречаются, ну, в основном это лиевые кольца, кольца ли, так называемые, где ассоциативность заменяется на некоторое тождество, там, тождество Якоби или Якоби, вот, которое все равно говорит, чему равно вот это произведение, в терминах остальных там двух, ну, то есть, грубо говоря, ассоциативность заменяется все равно чем-то, что позволяет работать с такими вот выражениями. То есть, без того, чтобы вы умели вот такие вещи друг друга переводить, работать почти что нереально. Поэтому ассоциативность, она есть почти всегда, либо замена ее на тождество Якоби, это лиевые кольца. Вот, значит, идем дальше. Значит, соответственно, если это верно, то это ассоциативное кольцо. Дальше, дальше. Если есть, значит, существует такая вот единичка, да, единичка, а что такое единичка? Ну, это которое вот в умножении ничего не меняет, да, 1 на а равно а на 1 равно а для любого а. Если вот это вот, верно? Ой, у меня здесь иксы, игреки, а здесь а и б. Ну, я думаю, что это не имеет никакого значения, какая разница, как все это обозначать, да? Это же везде стоит знак для любого. Вот, значит, вот если вот это есть, то мы говорим о кольце с единицей. Ну, а если вместе с этим, об ассоциативном кольце с единицей. Ну, и, наконец, если, значит, что у нас? Если а умножить на b равно b умножить на а всегда, то мы говорим о коммутативном кольце с единицей. Итак, если вот этот список выполним, вот это означает, что из этих двух можно взять только одно, а вторая будет автоматически, то будет у нас коммутативное ассоциативное с единицей кольцо. Кольцо коммутативное ассоциативное с единицей. Заметьте, что здесь есть некоторый источник путаницы, что если в кольце умножение не коммутативное, мы говорим, что это не коммутативное кольцо, но сложение, естественно, коммутативно в любом кольце. Без коммутативного сложения работать, ну, нереально, практически нереально. Вот, я, по крайней мере, не умею, скажем так. Ну вот, и вот, собственно, вот, чтобы все работало как надо, чтобы можно было написать любую систему уравнений, в которых я подставляю многочлены. Многочлены – это центральная тема, вот, тоже, это, как бы, понятие многочлена, оно центрально и для наших лекций, и вообще для современной алгебры. Многочлены – это самое главное. Ну, и вот мы выписываем вот такие вот многочлены от каких-то переменных, приравниваем нулю и ищем в коммутативном кольце с единицей такие значения переменных, значит, совокупность которых будет обнулять все многочлены одновременно. Это будет называться решением, вот это совокупность, да, значение переменных, называть решением. Если несколько таких совокупностей есть, значит, у системы уравнения несколько решений, может, даже бесконечное количество решений. Вот, ну, вот этим, собственно, занимается алгебра. Так, я сказал, что такое группа, я сказал, что такое коммутативная группа, я объяснил, что такое кольцо в разных видах, осталось объяснить, что такое поле, чтобы с терминологией завершить, правда? Ноль для умножения – это единица. Что такое ноль? Ноль – это тот элемент, спасибо за вопрос, еще раз, сейчас аккуратненько это поясню, этот момент. Ноль – это то, что нейтрально относительно операции сложения. Вообще нейтральный элемент в группе обычно обозначается Е. Если бы это была группа с какой-то там абстрактной операцией, не знаю, звездочкой обозначаемой, да, там, вот, какие-то лямбды и аж, можно было спаривать, вот, то мы бы назвали Е. Вот такой вот Е, да, это такое, что лямбда, звездочка Е, всегда равно лямбда в любом порядке. Вот, то есть, как бы, хоть горшком, как известно, посади, да, ой, назови, но, значит, как там, в печь не ставь или что-то в этом духе. Операцию можно назвать любым символом. Вопрос о том, что мы с нее требуем, да, что мы хотим от нее получить. Ну и вот, как бы, от нуля мы хотим получить элемент, который относительно этой операции нейтрален, а относительно операции плюс. А единица – это элемент, который нейтрален относительно операции умножить. А может ли быть, что это совпадает? Вот это вот ноль здесь и один здесь в нашем кольце совпадают друг с другом. Вот это может быть или нет? Ну-ка, я вам задам такое упражнение. 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 Доказать, во-первых, что ноль умножить на любой элемент равен нулю. Ну и как следствие, если ноль равно один, то любой а равен нулю, ну и единице, соответственно, одновременно. То есть вот этих правил общения с числами достаточно, чтобы формально установить в качестве теоремы, что если бы ноль выполнял функцию ту же самую, которую он выполняет по сложению для операции умножения, то есть если бы ноль был равен единице, то на самом деле любой элемент кольца оказался бы равен нулю, единице, одновременно. То есть в этом кольце всего одно число, и его изучать бессмысленно. Поэтому на самом деле, ну нулевое кольцо, это есть такое понятие, но обычно как бы сразу уговаривается, там рассмотрим не нулевое кольцо. Вот. И вот, собственно, суть в том, что на самом деле при умножении на любое число ноль даст ноль, а вовсе не это число. Вот это можно строго доказать, пользуясь дистрибутивностью и свойствами операции плюс и как следствие минус. Это я уже подсказываю. А это на когда чего? Это будет что-то вроде задачи, которые можно будет сдать, или это просто полезное упражнение? Ой, фиг знает. Ну, наверное, это полезное упражнение, но в принципе можно и сдать их, наверное. Там у вас есть, да, какие-то предусмотрены, да, периоды сдач задач? Да. А, ну сдавайте, тогда можно сдавать, ссылаясь вот, что это Саватеев дал на лекции. Так, тут есть комментарий про упорядоченные поля, но про это я совершенно не говорил, и на самом деле в конечных полях никакого упорядочения у нас не будет. Так, теперь дальше, да, всеми аксиомами пользоваться можно, действительно всеми, ну, какими хотите. Хотя, по-моему, дистрибутивности и абелевые группы по сложению вполне достаточно, то есть вот эти вот могут быть даже лишние. Так, ну что, значит, смотрите, вот эта формула будет верна везде, где выполнен вот этот список аксиом. В частности, здесь, кстати, вот там коммутативность умножения очень важна, бином Ньютона без коммутативности умножения не выписать. Но в любом коммутативном кольце с единицей бином Ньютона выписывается. Вот, теперь я хочу написать, что если, если прибавляется последняя аксиома группы для умножения, если выполнено так же свойство, что для любого А существует А в минус первой, такое, что по умножению он все нейтрализует. Только здесь для любого А неравного нулю, конечно, потому что ноль, как мы знаем, уже так, ну, как бы ты ничего с ним не сделаешь, да, ноль нельзя. Хотя умножить на, значит, ноль на какой-то элемент умножить, чтобы получить один нельзя в силу как раз вот этих свойств, да, то есть это можно только в нулевом кольце, что нас не интересует. Поэтому давайте для любого неравного нулю попробуем потребовать, чтобы существовал нейтрализирующий по умножению. Вот, здесь я уже не пишу в обратную сторону, потому что для некоммутативной ситуации я даже не хочу это рассматривать, и, может быть, это приводит к понятию тела, но мы не будем говорить про тела. Так вот, если вот в этой вот, во всей вот этой предыдущей ситуации еще затребовать вот это, то К называется полем. Отличие поля от кольца очень маленькое, но это только по аксиомам, а по свойствам огромное просто, фундаментальнейшее. Итак, если всегда можно разделить, тем самым всегда можно разделить, потому что разделить это то же самое, что домножить на А в минус первый, да, разделить на А, это домножить на А в минус первый. Вот, и если всегда, кроме как на ноль, можно разделить, то тогда мы говорим, что К это поле. Вот, и вот, собственно, свойства колец и полей очень сильно различаются, и сейчас я перейду к конкретным примерам, которые вам это, так сказать, вам это дадут понять, почувствовать, что. Вот это может быть выписано в любом кольце, но некоторые вещи верны уже только в полях. Здравствуйте. Вот, так, ну что, я, наверное, стираю сейчас все, себе как бы зафиксируйте эти все аксиомы, все, что надо было в аксиоматическом смысле, мы вывели. Да, но всякие там формулы сокращенного умножения, там, а квадрат минус b квадрат равно а минус b на а плюс b, естественно, верны в коммутативных кольцах, кстати, в некоммутативных есть тонкости. Вот, ну и прочие ваши лайфхаки, которыми вы пользуетесь на уроках математики, да, они все в любых кольцах верны, вот в таких вот коммутативных, значит, ассоциативных с единицей. Ну и про поля только вопрос вот с делением, да, то есть если вы что-то пишете с делением, если вы какие-то дроби выписываете, тут уже надо быть аккуратным здесь. Либо вы должны видеть, что то, на что вы делите в кольце, можно действительно произвести операцию деления, то есть бывает так, что и в кольце можно разделить иногда, да. То есть некоторые, для некоторых элементов, да, кольца а, там, кольца к, например, для каких-то а и b может существовать такой с, что а равно bc. Тогда мы говорим о делимости а на b, и тогда разделить можно. Ну, это чуть-чуть, я сейчас чуть позже это напишу тоже, про это поговорю. Но иногда нельзя, а в поле должно быть всегда можно разделить, и на этом основано очень много разной важной, разной важной дополнительной арифметики полей по сравнению с арифметикой колец. Так, теперь примеры, примеры, ну и, собственно, примеры уже напрямую нас выводят на то, с чем мы будем эти два дня жить. Так, да ладно, я сотру все, понятно, все понятно, да, все аксиомы. То есть что такое поле? Это группа по сложению, а после выкидывания нуля это группа по умножению. То есть само поле, все элементы поля образуют группу относительно плюс, коммутативную группу относительно плюс. А если выкинуть нулевой элемент, нейтральный элемент вот этой операции плюс, то все оставшиеся элементы, все оставшиеся элементы, ненулевые элементы этой системы чисел, должны образовывать группу относительно умножения и дополнительно связывающие эти две операции друг с другом требования дистрибутивности. То есть а на b плюс с равно, а b плюс ас. Да, ну и в дальнейшем я перестану писать в кружочках, наверное, чтобы уже мы писали там просто обычными знаками плюс умножить, но работая в кольцах, мы должны помнить, что это необычные числа. Так. Видите, да? Великий на термосе. Сейчас. Пауза. Вопросы. Я мог пропустить последние несколько минут. Я вижу дискуссию уже, но были ли вопросы? Кокнет? Нет, 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 нет. Если сейчас не кокнуло... А, ну в смысле от вида Андрея Михайловича кокнет. Это может, да. Один вид, как это, шаманы африканские повергали в смерть своих подчиненных. Ты умрешь, и человек вечером умирал. Вот. Так же Арай Городский. Как появляется и всех кокает сразу. Даже на этом. Можно ли говорить, что для поля применимы все известные нам теоремы? Да, вот надо быть очень осторожным. Все, которые связаны с исполнением арифметических операций. Если есть, например, теорема о поведении экспоненты, то, извините, она уже не... Ну, как бы в любых полях она не имеет смысла. Потому что мы не умеем возводить в степень, в полях один элемент в степени другой элемент. Мы умеем элемент возводить в натуральную степень и вообще в целую степень. Потому что мы умеем умножать друг на друга. Ну и делить. Один разделить на произведение. Это значит в целой степени. Но уже, скажем, в рациональную даже степень возвести можно... Такое подарили, это подарили на лекциях в ИЦАО, в Центре Атомной Энергии. Вот. Так вот, в рациональную степень возводить, это означает уже извлекать корни. То есть решать уравнение, что х на х, так далее, на х равно а в поле. Это отдельная, огромная наука. Посвящены по полкниги, там, вот, квадратичный закон взаимности, да. Это, там, много книг, это сотни страниц там вокруг него. Исследуется уравнение простейшее. Х квадрат равно а в полях, да. И уже огромная наука. То есть даже квадратный корень извлекать уже, значит, как бы совершенно не очевидно, где можно, где нельзя. И из этого много интересного возникает. Но если теорема использует только 4 айфметические операции, то она верна в любом поле. И мы с этим столкнемся. Мы с этим столкнемся. Да, Дмитрий спрашивает про квадратнионы. Да, квадратнионы – это тело. Это все эти аксиомы, все, кроме коммутативности, да. Тогда называется тело, но мы не будем заниматься телами. Так, ну что, сейчас я хочу рассмотреть два объекта. Первый из них я назову так. z поделить на 9 в скобочках. Иногда его обозначает z делить на 9z. И это множество всех остатков от деления на 9. Или, что то же самое, множество всех целых чисел. Мод 9. Что значит мод 9? Вот это вот выражение мод 9. Оно означает, что если два целых числа отличаются друг от друга на кратное 9, то мы их считаем одним и тем же числом в нашей системе. То есть это как бы система, в ней живут классы чисел, классы. В одном, значит, классе 0, 9, 18, минус 9, минус 18 и так далее. Это первый класс, один элемент этой системы. Второй элемент – это 1, 10, 19 и так далее, да. Они все нами не различаются, мы их считаем одинаковыми. А было ли что-то важное? Да нет, я ввожу понятие арифметики остатков. Вот, то же самое, 2, 3 и так далее. А как превратить это в кольцо? Я утверждаю, что это кольцо. Ну, а превратить, в общем, понятно как. То есть вы выполняете операции, вначале любые выражения выполняем, ну, как бы, если у вас предписано выполнить какие-то арифметические операции вида плюс, минус и умножить, вы их выполняете. А если вылезли за этот предел, то берете остаток от деления на 9 у того, что у вас в результате получается. Ну, и как бы обычные правила работы с обычными числами обуславливают то, что все аксиомы, которые вот мы выписали, все аксиомы, кроме деления, да, деления, ну, и в обычных целых числах не было деления. Ну, и здесь, значит, вообще говоря, его не обязательно будет. Вот это кольцо остатков от деления на 9. Мы рассмотрим его. И вообще будем рассматривать довольно много колец остатков от деления на какие-то числа. Что вот это вообще, что это за значок? И что вот здесь за девятка в круглых скобочках? Здесь я вынужден произнести еще одно слово. Слово «идеал». Идеал – это… Ну, как бы были группы, кольца, да, и поля, но придется еще сказать слово «идеал». Идеал – это такое подмножество в коммутативном кольце, ну, в некоммутативном тоже бывает, но бог с ними. Значит, это такое подмножество коммутативного кольца, что, во-первых, оно абелевого группа, ну, то есть оно тоже само образует, вот оно само, если остальные элементы выкинуть из кольца, оставить только элементы этого подмножества, то тоже получится абелевого группа. То есть мы не будем выходить за предел идеала, если складывать и вычитать элементы идеала. Ну, еще дополнительно, дополнительно, это что если вы… Это такая инфернальная черная дыра, вот что такое идеал, это черная дыра. Если вы берете элемент из идеала и умножаете на любой элемент, не обязательно из идеала, а вообще любой элемент кольца, то вы все равно, все время попадаете обратно в этот идеал. Вот это и есть требование номер два, что это черная дыра, поглощающая такой, значит, множество поглощающие все остальные. Это более сильное условие, чем если я взял два элемента идеала и перемножил. Тем самым ясно, что и два элемента идеала при перемножении, да, тоже дают элемент того же идеала, но мы требуем большего, что элемент идеала, Будучи умножен на элемент не идеала, а какой угодно Все равно даст элемент идеала То есть это как бы более чем под кольцо Это более сильное условие, чем то, что это под кольцо Но зато как бы там про единицы вопрос То есть под кольцо Мы называем под кольцом систему чисел, в которой все те же аксиомы выполняются В этом случае в идеале не будет Идеал не будет под кольцом, потому что единицы в нем Как правило не будет Если в идеале есть единица, то есть и все числа Потому что вы можете эту единицу умножить на любое другое число И получить все числа нашего кольца Поэтому содержательные примеры идеалов никогда не содержат единиц То есть это как бы под кольцо в таком узком смысле Но зато при домножении всегда попадаешь внутрь Ну и вот, скажем, кратные девятки Это идеал, потому что если вы число делящееся на 9 Домножаете на что хотите, на любое число То все равно, да, коммутативное это то же самое, что Абелева Это просто два слова, обозначающие одно и то же Вот, значит, если вы умножаете число делящееся на 9 На какое угодно число, вы не теряете делимости на 9 Все равно получается число делящееся на 9 Да, ну да, это как бы такое, с некоторыми плюшками, да Под множество с некоторыми плюшками Перенажать в условии идеала можно только на число из кольца Нет, ну мы вообще умеем только работать вот с теми, которые у нас есть число У нас есть кольцо, внутри него мы и живем Так вот И вот этот значок факторизация, это называется факторизация Вот это вот деление, да, факторизация Это означает, что элементы отсюда будут считаться одинаковыми Если разность между ними делится, ну и лежит вот в этом вот идеале Но в данном случае просто делится на 9 То есть то, что я сказал, что мы считаем Мы выделяем всего 9 разных классов чисел И говорим, что в нашем кольце 9 элементов Ну и что мы можем теперь с ним делать? Написать какие-нибудь уравнения Какие-нибудь уравнения, да Ну, например Давайте Решим В этом кольце Вот такое уравнение Найдем все пары x и y Такие, что при умножении они дают 0 Я специально тут сразу, видите, начинаю с подвоха 0 и любое число, а также 3 и 3 Отличный ответ Значит, и так И 6 тоже подходит Прекрасно, решили Значит, и так Во-первых, 0x или Ой, 0y или x, 0 Годятся при любом Вот здесь любом из 9 вариантов Здесь любом из 9 вариантов Ну, один у них будет общий вариант 0, 0, да Итого 17 решений И еще Дополнительно 3, 3 Еще Все пары кратных в трем Ну, да 3, 6 6, 3 И 6, 6 Ну, и легко понять, что вот это уже действительно все То есть мы выписали 21 решение Вот такого уравнения В этом кольце Вообще, когда речь идет о конечных кольцах и полях Самое главное, это посчитать Ну, как бы Первый вопрос, который встает Сколько решений у нас есть Потому что если для обычных чисел мы спрашиваем Сколько решений там у какого-нибудь Уравнения y квадрат равно x кубе Там плюс 1 Ну, в обычных вещественных их, понятно Всегда бывает бесконечно многого Другое дело, когда мы про рациональные там спрашиваем Начинается всякое интересное Вот, но Если речь идет об обычных вещественных числах То любой многочлен, отдельно взятый Он дает, конечно, если он на двух переменных Ну, как правило, он дает бесконечно много решений Ну, кроме всяких выраженных случаев Типа x квадрат плюс y квадрат равно нулю Там будет только одно решение x y равно нулю Да и то это из-за Дефектности Дефектности Вещественных чисел Надо работать в комплексных числах Тогда Всегда будет бесконечное количество Кстати, довольно серьезная и непростая теорема Про комплексные числа Вот Но вот в конечных системах У нас получается Мы можем просто перечислить все решения Это очень удобно Давайте еще один пример рассмотрим Значит, итак Что мы здесь замечаем Что вообще говоря Вот этот вот тезис, который нам знаком Он неверен То есть он не обязательно верен Из того, что произведение равно нулю Не обязательно следует, что одно из них равно нулю О чем яствует вот этот контрпример В количестве четыре штуки в этом кольце Произведение может оказаться равным нулю При том, что оба совмножители отличны от нуля Но это только в кольцах Которые не являются полями В поле Не бывает такого В поле любое уравнение такого вида Имеет только вот этот список решений Почему? Потому что xy равно нулю Пусть x не равно нулю Но если x равно нулю Понятно, что получится ноль Пусть x не равно нулю Тогда вот продолжите Кто-нибудь прямо Имейте смелость включить микрофон и продолжить Решаем это уравнение в поле Домножить на обратный просто Правильно Правильно Тогда существует тот самый x минус первый Такой, да Что x минус первый умножить на x равно единице Но тогда, смотрите, что мы делаем Мы домножаем x минус первый умножить на xy Это то же самое, что x минус первый умножить на ноль Ну я, вот, xy равно нулю Значит, это на это равно это на это Это вы по упражнению доказали, что равно нулю А это по ассоциативности Смотрите, здесь важно, да Что я умею вот так переставлять их Получается 1 на y, то есть y Все То есть, если x не равно нулю То домножая на x минус первый Вот эта аккуратно проделанная цепочка Равенств приводит к тому, что y должен быть равен нулю Поэтому Если 1 не равен нулю, то другой равен нулю Иными словами, в поле всегда, если произведение двух элементов равно нулю То один из них обязательно равен нулю Можешь еще раз повторить, как вы доказали последний? Просто слишком быстро Да, очень важно, это очень важно Значит, еще раз, что я делаю? Пусть я работаю в поле, и у меня произведение двух чисел равно нулю Ну, двух элементов поля Если один из них равен нулю, то понятно, что уже это будет решение при любом оставшемся Ноль на любой дает ноль Это мы доказали в упражнении, вы доказали Ну и в другую сторону тоже Если этот равен нулю, то тоже любой годится на первом месте А вот теперь предположим, что вот этот вот не равен нулю Да, я сейчас хочу доказать, что Ну, как бы, если этот не равен нулю, то этот обязан быть равен нулю То есть два не равны нулю не могут быть Почему? Действительно, если x не равен нулю, то существует Тот, который его нейтрализует относительно умножения Это последняя аксиома, которая здесь внизу была написана Она как раз та самая, которая отличает кольцо от поля Именно та аксиома, которая гарантирует возможность делить Что x минус первой на x равен единице Если x не равен нулю, такой x минус первой всегда существует Так вот, мы его возьмем и домножим обе части Как мы решаем уравнение? Мы их как-то, ну, как бы, с ними проявляем какие-то манипуляции Вот мы сейчас это уравнение обе части домножаем на x минус первой Раз эти две части равны друг другу, значит и в результате получится одинаковое число Но справа будет явный ноль, потому что мы x минус первой домножаем на ноль А это по упражнению ноль Вот, а слева мы с помощью ассоциативности меняем порядок выполнения операции умножения Вот в этом произведении из трех И то, что внутри скобок сокращается, дает нам единицу А один умножить на любой элемент равен тому элементу, на который я умножал И вот это по цепочке мы восстанавливаем, что y равно нулю То есть если x не равно нулю, то y равно нулю Это очень важно Мы постоянно к этому будем возвращаться В поле всегда можно, это самое Нет, обратного к нулю нету, но мы же и не используем обратное к нулю Мы предположили, что x не равен нулю и нашли к нему обратный Так Вот как раз что-то разделить на нулю, не нулевое, невозможно Так, хорошо Идем дальше Ага Теперь мы решим еще Ага А собственно чем отличается поле от кольца То есть немного Чем отличается поле от кольца Ровно вот этой аксиомой, что для любого не нулевого x должен существовать обратный И это поле будет А если не всегда существует, когда-то существует, когда-то не существует То это только кольцо Ага А все остальные аксиомы одинаковые Так, ну что Это кольцо нам еще понадобится, я его стирать не буду Но я сейчас веду рассмотрение еще одно кольцо И тоже с ним некий абсурд мы понаблюдаем Мы сейчас пощупаем разные странные вещи, которые не связаны с нашей интуицией, которые ей противоречат С интуицией, накопленной в обычных вещественных числах Обычных действительных числах Мы что-то знаем про разные вещи Ну вот, например Следующий пример будет такой Z разделить на 8 В кружке То есть Это множество остатков уже от деления на 8, а не на 9 Поэтому заканчивается он семью Их 8 штук Значит, это все числа По модулю 8 Максим Олегович Коваль С которым я сотрудничаю в Школково Он называет это Отделие очки размера 8 То есть там такие модулярные очки У него целый ряд, такое бесконечное количество модулярных очков Он их надевает и начинает В них перестает различать те, которые Отличаются на кратные 8 То есть вот эти мы рассматривали в очках параметра 9 Мы не различали в них те, которые отличаются на кратные 9 А здесь мы не различаем те, которые отличаются на кратные 8 Вот Вот, решим уравнение На этот раз всего от одного неизвестного Х квадрат Равно 1 Ну или что то же самое Х квадрат минус 1 равно 0 Равно, напоминаю, это значит Отличается на Кратное 8 Ну то есть в данном случае Мы хотим, чтобы Х квадрат минус 1 Делился на 8 Равенство вот в таких модулярных системах В системах остатков Всегда означает, что уравнение Ну как бы должно давать результат Делищееся на О, Миша, спасибо И Василий тоже спасибо Да, и вот Александр тоже пишет Что у этого уравнения 4 разных решения по модулю 8 И это разные Они не сравнимы друг с другом по модулю 8 Разница между любыми парами здесь не делится на 8 Поэтому это все разные элементы соответствующего кольца Вот Их принадлежит вот этому набору 4 4 Решения Как иногда пишут, да? Должен 525 тысяч В скобках 525 тысяч В юридических документах А у нас 4, в скобках 4 решения Но мы не привыкли к такому бардаку Не привыкли Потому что многочлен степени 2 Не должен давать 4 решения Он должен давать не более 2 решений Почему мы так думаем? Почему мы так думаем? Это следует из того, что не 0 умножить на не 0 равно 0, по-моему Да, да Совершенно справедливо Это связано с вот этим вот неприятным моментом Который тоже вот здесь существует Здесь дважды 2, ой, дважды 4 Равно 0 Ну, 4 за 4 тоже равно 0 Тогда нужно взять простое число Ага Лучше взять простое число, да Совершенно верно Но пока вот мы еще не взяли простое число Да, у нас получаются всякие эти самые Как в... Это неприличное стихотворение Тихо в лесу Только не спит лесенник К этим маразмам лесенник не привык Вот и не спит лесенник Там переделка известной песни Вот Так вот, значит, вот к таким маразмам Мы в обычной ситуации непривычные Нам это не надо Нам надо как-то, чтобы этого всего не было Чтобы вся привычная вот гамма свойств Она была выполнена И вот именно эта привычная гамма Чтобы вы понимали Она возникает из аксиомы Последней, вот этой единственной аксиомы Отличающей кольцо от поля То, что х на х-1, да То есть для любого ненулевого х Что это х-1 Из-за этой малюсенькой аксиомы Все возвращается на круги своя И с обычными полями мы уже работаем так Как мы работаем с обычными числами И все свойства многочленов Будут выполняться по-человечески Ну, давайте тогда посмотрим Значит, какие еще Вот какие бы мы хотели свойства Я уже объяснил, да Что вот в кольцах бывает много маразмов Но и не только такие маразмы бывают Смотрите, я сейчас приведу еще один маразм 4х квадрат минус 1 Умножить на 2х Плюс 2, например, да Ну или сейчас Может быть Ну, какая разница Короче Может 2х плюс 1 Не важно Короче, смотрите Вот Какая степень у полученного многочлена Должна быть По идее 3 Правда Вторая Вторая скобка 0 не даст Да, у нас Смотрите, если мы честно все раскроем В кольце мы честно можем все раскрыть Это без проблем Только потом степень нужно считать аккуратно В кольце В любом кольце раскрываются скобки Будет 8х кубе минус 2х плюс 4х квадрат То есть плюс 4х квадрат Минус 2х Минус 1 Но дело в том Что в нашей Уродливой системе Остатков по модулю 8 Ну, я не хочу их обижать Ну, в общем, в такой вот странной системе ущербной В ней 8 равно 0 Поэтому остается многочлен 4х квадрат минус 2х минус 1 И степень у него 2 Вовсе не 3 А Это тоже крайне нежелательно Крайне нежелательно Почему это нежелательно? Потому что мы перестаем быть уверены Вообще в чем бы то ни было У нас почва уходит из-под ног Вот смотрите Почему я теперь могу быть вообще уверен В том Что вот этот многочлен Нельзя разложить на множители Ну уж Знаете, вся вот теория многочленов Когда мы начинаем говорить о делимости О разложении на множители Мы исходим из того Что линейные многочлены неразложимые Так вот упражнение Еще одно Привести пример Когда это не так Привести пример Это упражнение Которое можно тоже сдавать Привести пример Когда f от x Умножить на g от x Равно x там минус какой-то альфа Где f g Не константы Привести этот пример В каком-нибудь таком кольце Остатков по Модулю Какого-нибудь непростого числа То есть f от x И g от x Это многочлены Степени больше нулевой Да, да То есть не констант Константы Это многочлены нулевой степени Можно привести Можно привести 4х квадрат Плюс 4х Плюс 2 В квадрате По модулю 8 Ааааа Уже решил Все Никто не слышал Остальные Каждый свой пример Придумывайте Там еще проще Есть примеры Ну ладно Ну ладно В общем Можно сдавать Эту задачу Каждый может по-своему Как-нибудь сдать Вот Действительно Можно предъявить Конкретно ситуацию Когда это происходит Но А вот Там вот Тот который сейчас приведен Вот здесь при x Коэффициент еще все-таки есть А можно сделать так Чтобы его не было даже То есть Что Просто вот x и все Просто Вот То есть Там как бы это самое Там все остальные обнулились А здесь x без всякого коэффициента стоит Вот Это чуть-чуть Чуть-чуть сложнее Но тоже конечно не очень сложно Вот То есть Наши привычные дела Они как-то совершенно варятся Ну мы хотим уметь Мы как бы Работа с конечными полями Забегаю вперед Работа с конечными полями Это работа с многочленами Которые определены Вот в таких вот Системах остатков Только Системах остатков По-моему для простых чисел На самом деле Да Открываю все секреты Да Что на самом деле Мы хотим Чтобы этого всего не было Нам нужно потребовать Чтобы Эта система была полем Так вот Я сформулирую сейчас теорему Так Теорема Могу все стереть Да Я все сотру Кроме верхнего Вот этого Вот это верхнее Я не буду пока стирать Потому что Я потом Его еще сравню Кое с чем Сегодня же Сегодня в дальнейшем Я его Кое с чем сравню Вот Итак Я стираю Эти маразмы Вот И Сформулирую Теорему Но потом Будет еще ряд Теорем А пока Вот такая Теорема З Разделить на На n Является полем А не только кольцом 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 оно всегда является Так вот Оно является полем В том и только в том случае Когда n Простое число Здесь фундаментальная Важность простых чисел Скрывается Для арифметики Для математики Вообще Так Ну что Давайте Пройдемся Немножко по доказательству Ну там Это небольшой ликбез Я понимаю Что для многих Это там Хорошо известно Из всех Кто учится там В мат-классах Это хорошо знают Но если вдруг Там Так Кто-то мимо этого прошел Давайте я значит это Давайте я ее расскажу В общих чертах Значит что это за теорема На самом деле Это основная теорема арифметики То есть это ее Переформулировка Основной теоремы арифметики В основной теореме арифметики Очень много Разных Эпостасей И вот это вот Значит одна из ее Эпостасей Ну в одну сторону Очевидно В какую сторону Очевидно Ну не знаю В обе У меня еще Очень неочевидно Такое утверждение Если поле То очевидно Простое Почему Правильно Почему Это понятно В непростом В непростом Ноль Равен Произведение двух ненулевых Да В понятном смысле У него здесь Не меньше их тогда Да Да Вот это Это очевидно Что мы должны доказать Мы должны доказать Что если поле То n Обязательно простое Но это то же самое Что доказать Что если n Не простое То это не поле Понятно Да Из a следует b Это в точности То же самое Что из не b Следует не а Одно из правил Логических выводов Да Ну в общем очевидное Да Я предполагаю Что не b Доказывает Что не а Тогда понятно Что из а следует b Значит Действительно Очевидно Так как если n равно Альфа на бета И альфа бета У нас Это самое Альфа и бета Не равны n Да То есть Ну они меньше n Вот Ну и соответственно Больше единиц Тем самым Да Ну если это Произведение есть Для положительных Альфа и бета То у нас получается Просто что Вот соответствующие Здесь Остатки Да Альфа умножить на бета А это n То есть это 0 Вот И Теперь уже ясно Ясно Что Альфа в минус 1 Не существует Иначе бы Мы домножили Как и раньше Это делали Да Домножили это равенство На альфа в минус 1 Иначе бы мы Проделали ровно То же самое Альфа минус 1 Альфа бета Равно 0 Бета равно 0 Да То есть мы Могли бы провести Вот это рассуждение И доказать Что бета равно 0 Но мы явно начали Из того что он не равно 0 2 нулевых Если 2 числа Если он не простой То оно равно произведению 2 меньших него Эти меньшие встречаются В этом списке остатков При произведении Дают 0 Но это несовместимо С существованием Обратного Ни у альфа Ни у бета В силу того рассуждения Которое мы до этого Проводили Решая уравнение И x y равно 0 Равно 0 В полях Да Вот в другую сторону Ну там кажется Тоже очевидно А? Ну в другую сторону Нужно воспользоваться Некоторым фактом Который вот И как раз Эквивалентен Основной теории Арифметики Значит и так Ну да Кстати Ручками Вот Поймите ручками Что 3 в минус 1 И 6 в минус 1 Не существуют Вот здесь Потому что Мы знаем Что 3х6 равно 3х3 равно 0 3х6 равно 0 Вот здесь А значит Обратные у них Не должны существовать То есть В этом ряду чисел Не найдется такого Которое при умножении На 3 Даст единицу Ну Наверное очевидно Да? При умножении на 3 Мы получаем всегда Число делящее Си на 3 Ну что в другую сторону Доказать вам Какое-то знание нужно Типа малой теоремой фирмы Да Но мне Да-да-да Но малой теоремой фирмы Все-таки я пока не предполагаю Все-таки Скорее Большая часть школьников Знает основную теорию арифметику Чем малую теоремой фирмы Ну так Скорее Скорее всего Но малая теоремой фирмы Безусловно У нас в курсе появится Я ее докажу Тем или иным образом Или несколькими Разными образами Вот Значит Итак Действительно да Малая теоремой фирмы Но малую теоремой фирмы Применять здесь можно конечно но это да это так это с хорошим заходом вперед значит смотрите что утверждается да что если n простое это поле то есть утверждается что у любого до у любого а у любого а из системы остатков 0 1 так далее по минус 1 если допустим пусть теперь n это простое но если она простое мы обозначим его за п у нас будет всегда будет всегда простые будут обозначать там типа п q ну что такое в общем n редко будет обозначать простое скорее какое-то любое число если он простое у нас есть любой остаток мы хотим найти обратный существует а минус 1 то есть какой-то из этого же списка такой что при умножении на а дает единицу по модулю п что это означает что это означает что фактически я ищу я ищу ищу такой x что а умножить на x равен единице по модулю п правильно то есть что это такое что значит теперь же прямо расписываем до конца что это значит а x минус 1 делится на п то есть а x минус 1 равно п умножить на какому-то y то есть я просто на самом деле ищу решения вот такого уравнения я решаю вот такое уравнение в целых числах целых x y почему она всегда решается здесь есть несколько вариантов значит действий можно загнать алгоритм эвклида той или иной формы можно зафигачить цепную дробь чтобы получить конкретное решение но чтобы доказать что решение есть существует прием который называются прыжки кузнечика я извиняюсь и тех для кого это сейчас будет баянам вот да действительно это утверждение верно для любых взаимно простых чисел а что существуют такие x и y что можно построить единицы но давайте я как бы то что верно для любых взаимно простых это будет как бы отдельное упражнение просто понять что рассуждение будет таким же а я буду говорить именно про простое play какой-то а который меньше него и больше нуля на что-то у меня есть кузнечик который прыгает на в любую сторону насколько угодно прыжков у меня есть кузнечик который прыгает на п тоже в любую сторону я хочу его загнать в единицу то есть я хочу точнее у меня кузнечик он один и тот же но он умеет двумя способами прыгать он умеет на а прыгать да а с другой ноги он прыгает на п ну вот он прыгает любую сторону сколько угодно раз никогда не уставая мне нужно его загнать вот он из нуля стартовал мне нужно его загнать в единицу как это сделать но точнее как это сделать как раз это через цепные дроби или алгоритмы вклида а я объясню почему это можно сделать почему это можно сделать значит можно сделать это последующей причине вот сейчас я проведу рассуждение но если кто-то к нему не привык она будет достаточно сложным это рассуждение которое в общем лежит в корне основной теоремы аритметики и она достаточно сложная когда первый раз его слушаешь а если даже в единицу я загнать не могу все равно мы можем рассмотреть множество всевозможных вот таких вот выражений до всевозможных вот это множество и это будет множество тех точек напрямую куда я умею его загонять да вот я умею его загонять в какие-то точки в какие-то не умею в этом множестве в положительную сторону от нуля явно есть какие-то числа например число п а загнать его в число п элементарно прыгаешь на п и все на одной ноге значит раз есть какие-то числа куда можно его загнать то есть и самое маленькое число куда можно было бы его загнать вот это самое маленькое число куда можно его загнать мы временно обозначим за д мы будем доказывать что д равно единице но пока я этого не знаю значит теперь следующее утверждение первая часть его очевидно что мы можем также вы бы мы можем его загнать в точку 2d 3d и так далее потому что если я умею писать алгоритм который его ну говорит там столько-то раз налево скакни на одной ноге столько-то раз направо на другой ты попадешь d то есть ты после этого повторить тот же самый алгоритм уже находясь где ты попадешь 2d потом 3d если его перевернуть ты попадешь минус d то есть видно что во все кратные вот этого самого маленького значения попадать мы умеем но также есть но также понятно и в общем то то что ни в какое другое не кратное мы попасть не можем самом деле почему это так почему мы не можем попасть между 4d и 3d куда-то вот почему мы сюда его не можем загнать проговорите это слух кто-нибудь смелый тогда мы вычитаем d столько раз чтобы осталось меньше чем d правильно мы можем если вы сюда его загнать могли бы мы вы могли бы загнать и на d левее этого места после этого да раскрутив алгоритм в ту сторону но тогда еще на д левее еще и в конце концов мы деля с остатком грубо говоря вот это число на d мы получаем число меньше d и оказывается что мы таки сюда смогли его загнать да предположили то мы что мы нельзя не можем его сюда загнать а если бы где-то еще была точка то могли бы загнать и сюда поэтому никаких мест куда мы можем его загнать кроме кратных d быть не может все места куда мы можем загнать этого кузнечика это места кратные d но если так то па само по себе кратно d правильно кратно d потому что по загонять моего умеем вот но я тоже кратно d то что вам и тоже его умеем загонять но а меньше п а меньше п и получается что п кратно d но д это не п потому что а не может делиться на п а меньше п значит раз а на что-то делится это д не больше чем а но тогда получается что п делится на какое-то число которое заведомо меньше него и тогда оно равно единице потому что п простое а значит его можно загнать в единицу то есть можно решить это уравнение то есть у а есть обратный а произвольное значит множество остатков по модуле простого числа является полем что и требовалось доказать почему можно загнать в п потому что мы можем ему просто приказать сделать один скачок на той ноге которая скачет по п в нужную сторону хорошо а какой смысл да мы только что доказали что можно кузнечика загнать в единицу но какой смысл какой-то просто много не понимаем взаимосвязи между вот этим то что мы доказали и теоремой да но загнать в единицу это и означает что найти такие x и y что вот это уравнение будет разрешимо нет вы же искали в остатках а нашли в числах нужно еще раз дать но сказать понятно как да да я понял я понял правильно да я нашел такое количество да такое количество что а x равно единице по модулю п правильно я нашел такой x существует x целый а вовсе не остаток такой что это верно вот но тогда тогда если x волной это остаток от деления x на п то она x волной тоже равно единице по модулю п потому что они различаются ну потому что что это такое она x с волной плюс p в это да что значит x волной остаток отделения x на п это значит что x равно п умножить на что-то плюс x волной и вот это равно единице по модулю п но если я раскрою скобку это будет означать что это x волной плюс а на п на бета ну а это соответственно делится на п вот значит это тоже равно единице по модулю п поэтому правильный вопрос очень хороший был и кстати большое спасибо я уже такие вещи как бы проскать вы очень очень зря я как бы когда-то сам в каждом месте останавливался в таком а теперь из-за того что намылин уже как бы мозг и по сто раз там это рассказываю я это пропускаю очень спасибо за вопрос мы действительно нашли когда мы доказали что мы можем его загнать в единицу мы нашли какое-то решение этого уравнения в целых числах мы указали количество шагов которые нужно сделать на ноге прыгающий на а чтобы получилось ну вот справа от п до от кратного п на единичку но нам нужно найти в остатках но вот осталось просто взять остаток уже взять остаток отделение на п и этот остаток уже будет удовлетворять тому что нам нужно то есть мы найдем именно остаток отделения на п который при умножении на а дает единицу по модулю то есть найдем то что мы хотим мы в результате обратили любой ненулевой элемент еще вопрос что такое п простое число любое а то есть абсолютно абсолютно любое простое число это это к это количество шагов которые должны сделать кузнещик да 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 чтобы попасть вот ту самую вожделенную точку 1 а еще раз как формулировка теоремы звучит теорема такая если он простое число то за это воен является полем и единственное что нам не хватает это что всегда есть обратный кроме как нулевого то есть если я взял не нулевой остаток определение на простое число п что у него можно найти обратный то есть остаток из этого списка который при умножении на а дает единицу по модулю п дает число которое отличается от кратного п на единицу вверх и это единственное чтобы все остальные аксиомы то они как бы в любых системах остатков выполнены все аксиомы кольца коммутативного кольца с единицей ассоциативного коммутативного кольца с ницей и вопрос только в делении только в нем и вот это отделение возможно благодаря той теореме которую вот сейчас мы доказали с помощью этих кузнечиков ну она же приводит к основной теореме арифметики буквально она приводит вот в один шаг да на самом деле на не за делать этот шаг или бог с ним пока может когда-нибудь он сейчас на лекциях появится я его сделаю то есть на самом деле мы доказали утверждение какое мы доказали что для взаимно простых вот так по чесноку да если not тут еще видно если not a b равен единице для двух целых чисел то существует x и y существует x и y целые такие что а x плюс by y равно 1 вот это утверждение это там внутри четверти основной теоремы арифметики остальное это чисто чисто как бы это вот но это вообще очень важно утверждение про взаимно простые а вот а вот из этого утверждения про простые уже основная теорема арифметики буквально ну да давайте все таки вот что один шаг сторону основной теоремы арифметики я выполню потому что я хочу доказать в результате очень важное свойства вот этих конечных систем остатков по модулю простых чисел, которое заключается в следующем. Но оно в любом поле верно. Но вот я его как бы и в любом поле оно следует из аксиом. А здесь мы его прям прощупаем. Так, стираю, да, теорему? Дальше будет исследование свойств многочленов, у которых уже коэффициенты и все подстановки всегда делаются через поля, а не через кольца. Еще одна только будет теорема, которая верна в любых кольцах, а дальше будут уже теоремы, верные только в полях. Так. Сколько, кстати, времени? Надо последить. У меня перерыв... А, 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 скоро перерыв. У меня перерыв с 10.15 до 10.45, правильно? Такое, да, расписание? Да, такое. Угу. Так. Заодно снова тряпочку намочим, то да сё. Вот. Но это я оставлю, это после перерыва еще заработает. А, я еще хотел спросить. Вот когда мы доказывали эту теорему, по сути, там мы... А минус 1, это равносильно того, что было х. Да, да. Но только х мог быть не в системе остатков, а больше. И тогда нужно было бы взять от х остаток уже отделения на поле. А, понятно. Вот этот х с волной, он уже годится совсем в полной мере. Ясно. Вот. Ну, а я хочу сказать следующее. Очень важная вспомогательная лема, ну, собственно, вот то, что из нее следует основная теорема арифметики, я уже дал в качестве упражнения. То есть тут будет упражнение вывести из этой лемы основную теорему арифметики. о том, что любое число натуральное единственным способом разлагается в произведение простых с точностью только до перестановки. То есть набор определяется однозначно, в этом наборе могут быть повторения, но вот это вот как бы перечисленные все простые и количество раз повторенные, да, при умножении, то есть степени простых, будет совершенно однозначно определенным через наше число. А лема такая. Пусть а умножить на b делится на p. Тогда либо а делится на p, либо b делится на p. Это утверждение про обычные числа, но мы уже знаем, в общем-то, что оно означает в поле остатков отделения на p. Это то же самое, что а, b равно нулю, мод p, да, значит, либо а равно нулю, мод p, обычно тут три, да, черты ставят. Ну, мы иногда три будем ставить, иногда две. Либо b равно нулю, мод p. Ну и, в общем-то, мы можем вывести его как раньше, да, то есть в поле мы как делали, домножали на а минус первое. Мы теперь знаем, что а минус первое существует, если а не равно нулю, и получали. Но давайте я еще другим способом выведу, чтобы почувствовать все арифметику. Итак, вот это утверждение, или что то же самое, что то же самое, оно выглядит так, что если а и b не делятся на p, то а умножить на b не делится на p. Утверждение явно неверное для произвольных чисел. 4 не делится на 6, и 9 не делится на 6, но 4х9, 36 на 6 делится. Поэтому для любого непростого числа это явным образом неверно, а вот для простых оно верно. Вот, и я еще одним способом это докажу. Ну и, собственно, как я это докажу? Смотрите, значит, если а не делится на p, то существуют x и y такие, что ax плюс py равно единице. Ну, целое, целое, чтобы со знаками не мучиться. Вот. Тогда домножаем это на b, получаем аbx плюс p на b на y равно b. Ну и теперь от противного, если бы b у нас, значит, вот, если бы аb у нас разделилась, да, если бы аb разделилась на p, нацело, то здесь слева все делится на p, потому что вторая часть тоже делится на p, p умножить на b и y. Вторая часть заведомо делится на p. Поэтому, если вот это первое слагаемое делится на p, то сумма делится на p, а сумма равна b, а она по условию не делится на p. Поэтому здесь вот это не может делиться на p, не может. Мы немедленно придем, иначе к противоречию. Вот. То есть, если а не делится на p, то и b не делится на p, то аb тоже не может делиться на p. Вот. Ну, мы, по сути, то же самое повторили, что уже с техники полей делала, или через домножение на а в минус первой, потому что х это и есть а в минус первой на самом деле. Просто это в числах обычных, поэтому это привычнее и понятнее. Ну и следствие, которое мы все время будем использовать, следствие о сокращении. О сокращении. Если альфа, значит, гамма равно бета гамма по модулю P, и гамма не равно нулю по модулю P, то есть не делится на P, то альфа сравнима с бетой по модулю P. Следствие выводится просто путем вычитания и применения вот этой леммы к разности альфа минус бета. Ну то есть иными словами, как по-другому можно сказать? Можно еще так сказать. Альфа не равно бета по модулю P. То есть если альфа и бета дают разные остатки, и гамма это не нулевой остаток по модулю P, то есть вот из этих двух утверждений следует, что альфа и гамма, альфа умножить на гамма, не может давать тот же самый остаток, что и бета умножить на гамма по модулю P. Никогда. Если P простое число, то из того, что были разные остатки, и мы домножили на какой-то не нулевой остаток, мы никогда не получим одинаковые, мы всегда получим разные. Вот. Вот, собственно, на этом подготовительном результате я и закончу первую лекцию, и дальше мы будем уже как бы собирать всякие плоды из деревьев. будет уже дальше, ну не сразу, но через некоторое время мы будем собирать плоды. Вопросы? О, спрашивают, нельзя ли это было доказать после перерыва. Пардон. Вот. Так. Да. Спрашивают, либо или или. Нет, если два числа, ну как если, или А, если, ну если оба числа делятся на P, то произведение тоже, конечно, делится на P. Достаточно любого числа делящегося на P, чтобы произведение делилось на P. Но утверждение в том, что если ни одно не делится на P, то есть произведение тоже не делится на P. Все? Отлично? Продолжение следует.